чтобы не мешал подождите секундочку какие преступления до страшного убийства страшные преступления а вообще где каждый где любой грех там и вообще там и убийство и все остальное иван креститель вот зачем умер за обличение погиб обличение то есть обличение это самое страшное для грешника чего такой вообще существует она вызывает смерть человек хочет убить того человека который его обличать делом или словом если словом так вообще и опять таки же со связано с блудом там где блуд там вообще почти всегда убийство и из-за этого говорят же от любви до ненависти один шаг это вот как раз таки да мне любви то не было значит это речь о том что блуд там где блуд там и ненависть всегда обязательно они ненавидят друг друга и вот иван креститель обличил ирода говорит что не должен иметь жену брата своего к чему это привело так возненавиделись что убили великого пророка а апостол петр тоже погиб тоже с из этого он тоже обличал так вот тоже связано там с блудом было не просто великого величайшего из рожденных женами так было написано про него да это же смотришь это же связано с блудом кого-то там что-то обличил в итоге его тоже за это то есть их их как бы так погубили формально если взять не то чтобы там вот мы его распинаем он христианин за то что он христианин мы его распинаемся это убили убиваем его если посмотреть апостолов на что убили ну там какой-то формально всегда был предлог связанный с чем-то они так чтобы это поэтому сейчас ноги христиане и думают а вот сейчас мало мучеников там не было потому что или там игнать технич посадили в тюрьму а его посадили не за слову божию а у них нет такой статьи за слово божие сложить у них нет такого они не могут никак они не верующие откуда у них это возьмется они по каким-то своим статьям это делают но все знают что реально это речь это за именно до языка за веру христов а тоже совсем глупые стали действительно жутцу прям прям тыс исповедовал ягод веру висуса писать я задают казнят такого не будет может только при антихристи это будет как-то завалировано ты будешь отлучен от общего блага общее какое-то благо допустим полезь какая-нибудь и там будет с этим связано то есть антихрист поставит условия такое поставьте ставьте себе очертания все у вас хорошо будет вы будете дальше жить сейчас понятно как это делается как это будет возможно сделано надо же так чтобы все общество тяпс осудила также со всеми и только антихрист будет но и общество все будет вместе с ним вот недовидимы всеми за имя мое этого это должно проявиться у каждого в жизни в любом случае он должен почувствовать что все вот где он находился все вот это все стало против него еще какие-то комментарии на дружба сферу вражда против бога мы читаем поэтому если действительно вы не испытываете вот этого этой вражды с миром и у вас со всеми хорошие ровные отношения дипломатичного так вот со всеми все вас все у вас ровно по мирски все правильно вы никого не обличаете вера ваша она где-то в душе вы просто неверующего фантазер у вас какая-то васькина вера христианство это вообще ничего не имеет общего тут конечно надо просто себя взвесит и решил богу фигу показать верующий действительно ну и тут каждый уже пусть сам себя испытывает договор подписан уже у всех крещение принято теперь уже спрос будет гораздо строже чем ранее раб который знал волю господина будет бит будет больше чем тот который не тот который был еще адам заключил в райе все будут говорить о вас горе будешь серьезно так поступали уже пророками отцы а это понятно почему они уже пророки ну вот все что не происходит они все так делают что в тебе все хвалят вот вот правильно россия будет великая все хорошо тут главное я да и все это вот это на человек священник настоящий епископ то есть его хвалят это он значит говорит то что мир слушает их то есть то что и по сердцу в миру грешному прелюбодейному и поэтому он назвал же пророком я гордни господин то что они говорят я им говорит это не велел говорить а мы видим что наоборот везде все все время отступление отступление и наказание боже за это отступление наказания то есть нет такого что мы оптимистично смотрим в будущее вот если взять по мирским даже ничего подобного не был ни одного нас пока я не поколение даже писание она и не не описывает что там все будет безоблачно сейчас что происходит в мире она все она почти всех самым этот продавит сейчас мы видно как она разворачивается так раскручивается маховик который всех будет накручивать без без то христиане смогут истинные христиане как-то выжить чуть чудесным образом имеется ввиду выжить в этих условиях и гости душу для вечности нужно еще учитывая что сатана еще все равно пока связано нам нельзя уклоняться от креста иначе мы попадаем к сапане давай да вот это главное помнишь с этого связан реально он никакой власти не местными она с крестьянами вообще никакой не имеет власти то есть надо он имеет власть над теми кто бы ему ее дал не миром он не проект он ничего ничего не время но не будущее не знает не мысли не знает ничего супер манипулятор я вот смотрел я не помню перед отъездом американских там суть такая что к тому является не то что является в обличии женщины является сатана ну такой неудачник такой все из рук валятся и очень красивый женщина говоришь я все будет на давай все ты хочешь любое загадывать тебя есть там сколько желаний все используют я хочу быть очень богатым человеком этот делает его богатым человеком но он при этом наркобарон где-то в кастарике или где-то за ним все гоняются все хотят убить жена ему изменяет он очень богат человек но он дико страдает от этого я хочу быть богатым следующее желание и чтобы там ну вот это ничего не было я был еще и при этом уважаемого общества и все он становится писателем его делает но при этом хомосексуалист по разному разного издевается издевается одним издевается то есть каждым желанием ты просто смотришь как сатана издевается давайте человеком получите я не помню что вот это внешне кажущийся успех богатство и прочее это все именно пыль такая который до времени она кажется что как здорово а потом когда там оказываешься там столько подводных вот этих камней душегубительных вокруг что ты просто но если ты трезвишься то ты просто понимаешь что куда я попал вообще и поэтому временные вот эти все удобства богатство нам и прочее так настолько вообще может оказаться обманчиво если ты во свете не хочешь какого на свете но как и способ все это напрасно будет не имеешь общения с братьями все дальше читаем давай до кремлину послание чтения 8 глава 28 39 стихи при том знаем что любящим бога призвано по его изволению все содействие к благу ибо кого он предустал темы предопределил быть подобным образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями а кого он предопределил тех и призвал а кого призвал тех и оправдал а кого оправдал тех и прославил что же сказать на это если бог за нас кто против нас тот кто сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего кто будет обвинять избранных божиих кто оправдает и кто осуждает христос иисус умер но и воскрес он и одесную бога он и ходатай стоит за нас кто отлучит нас от любви божий скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч как написано за тебя умерщвляют нас всякий день считают нас за овец обреченных на заклание но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас ибо я уверен что не смерть не жизнь не ангелы не начала не силы не настоящее не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может отлучить нас от любви божией во христе иисусе господи нашим вот это вообще страшный для меня например стих свое время был кого он предузнал тем и предопределил быть подобному образу подобными образу сына своего а кого предупределил тех и призвала кого призвал тех и оправдал а кого оправдал тихо прославил а у меня вопрос всегда возникал то есть человек живет и он может быть не призван не предузнан богом и не предопределён и он предузнан но и предупредил но не на то уже не на то не на спасение она погибель представьте это вообще но это надо пояснить потому что значит предузнан он то есть он знает этого человека господь знает что его сердце знает что он не может ухватить что он откажется от спасения не то что поэтому он его не призывает уже чтобы он был менее осужден осуждена тогда отвергнет призван будешь может 90 лет перед смертью за один день за один час вот об этом и речь что начале предузнан человек все написано по возрастанию каждый будет прославлен просто для настолько закрыта бог знает то спасется то нет у него в книге жизнь уже не прописаны но он это пример хороший шахматной доской то есть он знает ты как шахматы играешь а он против себя играет к примеру бог он знает все твои ходы наперёд но ходишь ты свободно ты ты не знаешь что ты по своей воле ходишь ты по своей воле но но он знает все ходы наперёд так и здесь он говорит исааков это яков возлюбил а и сам возненавидел вот еще лучше всего червя матери никогда не будет почему он знал и какой будет и яков а какой будет и сам он знал какие они какие они выборы будут делать поэтому он определяет об действительно может быть мы до человека в последнюю минуту жизни вдруг станет достойным бог это знаю его призовет вот этот великая тайна как все бог это зная как рождаются эти личности душ раз личности которые сразу имеют свободу если бы бог их рождал мгновенно для определенного ну то есть на раз возводит именно для этого надо бы не было свободы а значит бог их делает сразу свободными изначально варвара великомученицы полом был отец язычник зато господь будет сделать какой-то надо смотреть на это бывает совершенно семья не верующая абсолютно богоборческая а вырастает светильник веры многие есть такие примеры надо из плоти вырваться по плоти мы все наследуем всего от предков своих а если они не верующие думает по плоти от них тоже наследует поэтому надо не советоваться с плоти и кровью почему отвергнуть себя именно поэтому потому что мы как связаны от адама грех вот это грехопадение греховное человеческое которое от бога тебя отвращает а если у тебя еще бред какие-то коммунисты еще и прочее у тебя все плоти действует вообще на она противоборствует поэтому только отвергнув можно что-то чтобы господь открылся нужно знать что у христианина три врага мир плоти и дьявол мир то есть ты сам дьявол да и путь она должна быть госпожой человек порой и не отличает что что от плоти что не от плоти плот что плотское что не плотского обиды это плотское зависть все это плотское потому что вы даже у нас кот есть вот коты да ты одному больше нужно было завидует то есть это все животное это ничего ты поступаешь как животное присуще он даже может нагадить а если по одному давали просто и он бы не видел что второму дают больше он бы был рад вот дают поесть ну то есть сравнение да нету зачем сравнивать и также вере кстати многие сравнивают вот смотри как его господь благословил а меня вот так вот а мне такого нет у меня начинает зависть отсюда лезет сразу то есть вот это сравнение себя с кем-то и самим собой с кем-то именно по плоти поэтому ну и надо помнить что мы все члены и каждому дано по мере сосуду каждому сосуду укажу свое место в церкви как органы каждый составляет свое место орган не может быть лишь печень не может как сердце работать и наоборот и даже чтобы зависть потому что есть еще и духовная зависть сколько ссор из-за этого мы даже видим у апостола павла читаем в послании кто-то не одни превзносительно другими у одного больше духовно равань других меньше одни считают что вот это важнее другой вот это важнее человек когда еще не уверовал он еще не знает что есть такие препятствия здесь вот в общине это очень много очень много на этом плело на зависть на зависть и на ропоте у одного больше друг другого меньше другой считает что тот гордый он начинает его под шубом как-то пал где-то чтобы доказать то что он что-то в нем не так по миру такое много было а кто-то действительно превзносится превзносится стал вот наталья приходько было у нее трава не очень мощные были она и дух разумения писания вот пасченко считает что она превзнеслась немного превзнеслась и потому упала кто-то возраптал это временное посчитал за уж такое важно чтобы допустим уйти сообщил общину идти просто даже как ты если был бы ты обижен тебе кажется все не так но это же временно закончится потом если ты прав то перед богом она все никуда не делал она пришел хвалили вокруг многих очень надо именно веру искал веру веру папкина у многих папка вера должна быть евангельская у тебя ты должен прочесть писание толкование обязательно причем не просто евангелие 4 все послания апостольские там очень глубокая все полностью ты должен прочесть и ветхий завет все у тебя сочетаться должно быть веру тебя должна быть божественная а не какая-то там выдуманная а то прочитает одно евангелие от матвея лет марка и считает что он библию читал я не читал еще не начал даже начал но имеется ввиду что молодые у тебя нет вообще апостольские послания там читаешь идея нет там совершенно иной уровень вообще совершенно и вот на несколько раз когда прочтешь уже у тебя будет складываться я предположим только предстоит этого сделать книг деяния вообще наполнено настолько событиями там даже запомнить очень трудно потому что события настолько вкратце описываются огромные события спасли туда сюда он поехал здесь здесь ответили здесь сколько я не читаю деяния постоянно все время читаешь как заново по-новому а сейчас идет деяние также продолжается деяние духа святого мы должны на все как на библейскую историю смотреть допустим библию читают а на россию как библейскую историю не смотрят то есть может допустим мы читаем проявили в этом мы видим то вот туда не тут отступили бог за это там война с ним но на россию никто так не смотрит не епископа ничего не рассказывать нам то что подождите а тут бог получается мы отступили а чем отступили нет исследований где мы отступили главный второй мировой на говорят вот мы царя а царя почему-то надо же сказать почему царя погубили почему бог это допустил царя убили не раскручивается раскручен этого момента где как где еще не касается как греха общем каком-то самый главный грех почему все это произошло это то что не учили народ христиан не было среди русских христиан не было евангельских практически очень мало потому что бог не посылает война просто так наказание божие за вступление от него страна православная как бы формально самое на прям особые войны были когда были светочи там серьги радонежские прочее получается он то был ну а все остальные остальные то что с ними было это сейчас уже понимают вопрос да потому что я спокойно объяснил за один раз понятно столько веков не было вот такой вот техничек который бы просто сказал хотя бы в массе народе народ не понял вообще простой вопрос почему так сделали они сделали вот так как написано что он фарисей неправильно все господь это говорит не потому что он знает что на слова господа сказал что как говорит вы можете веровать если слава бога вы не принимаете а слава от единора которая единого бога не ищет то есть это должен понимать если мы славу ищем славу человеческую то у нас нет это показать слава в единого бога а мир и так и живет он за счет того что они другу поддерживают то есть мир между собой перед друг другом хороходятся они больше друг другу следят почему там даже интересно что миру корпоративных разных крупных структурах я работал даже извращение такие например дают премии за производительность так один другого начинает потянуть подставлять чтобы того убрали себе привет получить не то что ты стахановец ты просто больше работаешь сидишь задерживаешься там раньше приходишь не один другого хочет вышибить просто чтобы занять его место больше зарплаты для дальше хотел разобрать если бог за нас кто против нас вот конечно полководца многим по душе такое вопрос том что за за них ли он когда они убивают конечно нет и как судят они еще победил заезжая сбок проиграл а это вообще не так может оказаться ну да ракета сатана а бог за нас ну вообще выдумали господь не убей говорит враг голоден на карме чем-то его накормил пулями что ли вообще от него жизнь нереальный перекос вообще мозгов это себя году гордости себе правом во всем считают даже вот с сектантами разговариваешь если считаешь хочешь победить это совершенно то есть можешь проиграть будешь илгатик и все прочее точно правду говорить просто правду как есть если признавать неправоту свою если где-то поистине они как вот православные часто смотришь они не могут допустить нигде себе скажем и где-то хоть неправо и поэтому понятно как только дело доходит дороже они тут такие же везде поэтому расколы все эти откровенно говоря заповедь божью будьте едины не выполнили христиане раскололись притом лютые на таких ровных местах где можно было не раскалываться зачем было рассуждать о том сколько воль иисусе христиан зачем по поводу это было раскалываться так было в писании просто бы вот на этом остановились и все нет надо там это раз и раскололись сразу же и главное что тебе то какая разница четко как это влияет на твое спасение абсолютно вообще никак а теперь считаю уже когда вывели уже как бы влияет теперь ты то есть и скажешь не так то ересь поэтому всякие терминологии вводятся тяжело который никто до сих пор не знает православных многих и так вам даже на русский язык она не перевод не перевели и пришла от греции к нам еще терминологии все вот дальше дальше тот кто сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего вот тоже просто держать в памяти что если ты сейчас не получаешь то что по твоему мнению ты должен получить даже духовно значит ты сосуд нечистый потому что если господь отдал своего сына а мы знаем что нет больше той любви если кто душу положит за ближних а он положил душу сам сын божий за тебя душу положил ну неужели он тебе не даст всего абсолютно всего если он долгится если от себя те дал когда ты был еще грешником да когда ты был грешник еще врагом божий ты в грязи лежишь все просто это свинья в колону вот за тебя умирает при этом просто вас вообще мысленно себе представь что самый подлец какой-то человек предатель предатель убил твоих родственников а ты за него погибаешь причем искренне же любя его в этот момент не придут и неужели ты бы не давал банку меда или что-то но по-мирски если рассмотреть да но раз не дает господь тебе сейчас значит твой сосуд еще не готов просто вместить там нету места для духа божия ты должен мирской дух должен выйти из себя просить бога и тогда он уже наполнит дух святой место потому что многие вот просят просят нам они на пользу тебе все mercedes просим ты на нем стоп летишь не будет тебя рожки на ножки нет хочу бывает даже дается и человек все потом лежит инвалидом всю жизнь оставшуюся края цели наоборот люто озлобляется начинает гулить вот сергей парализованный во славу креста как он как раз осознал спустя там два года полный лежал на вытяжку потом уже описание начал читать с экрана мало просил прочитал все и и он покаялся и осознал и он начал благодарить бога почему он назвал парализованный во славу христа ноги ворчали роптали на этот ты что ты так за разве богу это угодно полностью плоское восприятие если он там человека покалечил и дальше по поводу пути пошел здоровый мужик метров 8 5 или метр девяносто просто здоровый вид на по фотографии вот такой вот и непонятно куда он пошел тот господь его остановил просто был там бандитом был упал ну да так ниже коль покалечен кого то есть это великое минус для него полностью перенаправлен другую сторону пошел развернулся но потребовался равно два года для этого вот у меня знакомый есть владимир муксток вот из псевдонима он взяли его гордыни он был чемпион по восточному напорству странах россии или как так называется чемпион мира и он это стать чемпионом мира по боям без правил где нет правил есть бои без правил есть правило есть где вообще ничего то есть что хочешь делать палец откусывай хочу больше и он залил его гордыни тренировался там надбивался его окружали люди которые всячески на поддерживали какой-то момент в походе а он сам так добродетельный и отзывчивый здоровенный такой детина тоже физически развита имеется ввиду и он в возрасте 20 с чем-то лет в походе где-то и собачка у них упала в реку на байдарке где-то они были и и несло водопад вот он ее бросился спасать не врезался тоже куда-то повредился какой-то позвоночник и нам отдел и вот три консилиума независимых сказали что он никогда не встанет скрывать и никогда независимы три профессорских кассилиума и вот там на андре когда он лежал он понял зачем я себя окружаю этими которые общаются со мной только лишь потому что есть слава есть деньги статус а когда я этого не было их не было то есть зеленеевание вот этого гордыни на зисени на пьедестал своего я и он покаялся и господь исцелил его он через месяц по-моему или даже может через две недели сдавал экзамен по гимнастике на коне хотя он до этого представь ему сказать ты не встанешь господь исцелил и он с тех пор вот решил делиться этой своей разработанной системой специально там тренировки проводил я всем могу ее направить благословил православный брат такого христе хорош и он на своих физических семинарах по физкультуре он постоянно проповедует я был вот в последний раз когда я увидел там год назад слово хрис иисус христос вот сочетание этой имени звучит у него вообще то есть раньше я думал что тут редко стал а сейчас я пришел это просто человек постоянно говорит про христа постоянно вроде физкультура вроде упражнения вроде оздоровления зачем чтобы делать добрые дела чтобы там помогать ближним ты знаешь там в селе живет бабушка купи продуктов и этой бабушки выкоси ты там огород перепахай то есть постоянно вот это призывать людей у нее такая как бы называют это открытое сердце ты слышал и слушал и мог отзываться на то что вы служите своими талантами да 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 и оказалось бы ну чё такого бабушки окна помыть дома соседки твои в доме живешь там где-то или рядом у тебя на улице живет она ты знаешь топовой окна с чего у тебя сколько полчаса у тебя займем всего час но ей-то это радость какая для нее это окно это мир окно она может описание не знает если написание откроет для нее там будет окно божественный мир вот это конечно осознание того что тот кто сына своего отдал за нас неужели он не даст ты все с этим ты просто есть не получаешь сейчас тут и разберись описанию почему ты не получаешь найди причину и начни устранять и все здесь как раз потерять и тут играть тихоныч помогает это сделать в короткие сроки короткие сроки на его прям сразу тебя на исправление начинает направлять он тебе показывает сначала один расскажешь 2 3 думаешь да какая-то ерунда чё там не вовремя суп подали него там горячий ну и хорошо что горячую холодность мелочи мелочи холодность а я на самом деле вот мы когда ели там вы еще не приехали в сами себя готовили и прочее ни разу не был горячая теплая потому что володя делал и суть том что теплый ты взял съел ты не думаешь сейчас обожжешься тут сидишь ждешь пока она станет у тебя в тарелке уже думаешь ты надо есть уже идти нет сидишь ждешь потому что горячо как это морковь туда положишь холодную щечка такая такая мелочь главное кажется или по работе там не какая разница сколько я расколочек ударил нет ударил много раз время потратила или со мной вот тоже случайно казалось бы что что кричать по своем тарелке тарелка там за краевых стола находит а вот не придал особого значения бодрствую своего пустил пожалуйста факт все на себя он не говорит без причины по делу вот сказал на днях вчера по вам уговорил на тихон что это вот мелочи которые эти указывают если их не исправишь она вылезет в другом месте гораздо хуже то есть она как о ком снежный ты тут не подрать не возродил не пободрствовал тут себя тут нет ну не подправил не подправил где-то что-то дай она потом вылезает она в тебе есть она и показывает у тебя другое там на больше утро исправляется и вот вопрос том что из себя если не исправлять в этих мелочах папа эти мелочи как полна золотовоз говорит что язык как лопата он из сердца выгребает то что там есть и от избытка сердца я не пока толкование прочитал я причем не не обращал внимание от избытка сердца говорят уста то есть избыток и тут тебя банка есть сосуд он полный и переливается наружу и представить есть человек сказал недоброе слово какое-то или что-то это значит что у него внутри уже полная гнилья вот это полная и наружу только частичку тебе показалось вот так вот кусочек языков а язык выгребает и вот как лопатой за клопатой чик и это же ты видишь и тут человек сделал что-то небрежно предположим да не сложил кровать как-то небрежно то файл назвал ну кажется ну какая разница файл назвал ну чё ты или у него там бардак на рабочем столе или в там бардак почта не разобрана то вы как ну то есть ну кажется ну какая разница уже отвечает отвечает называет файл называет может найти может но получается что нет разница то есть все таки и огромной разницы я знать что здесь и это проявляется везде а потом критический момент это так проявится что человек может из-за этого погибнуть душа целая не только твоя но и ближнего поэтому христианину конечно образец для всех свеча на подсвечники которые не под сходом не под кровать ставится и в мирских делах и в обществе то же самое слушатели товарищ рыжный скажет что у тебя там зуб гребет не плечичный да у тебя тут зажжи конечно же про деревьев это если плечи рыжнего как бы чем ты выйдешь куда-то в обществе у тебя там спина белая и все будут лучший человек мы должны были научиться там в каких-то мелочах в обычном здесь удивляться вот там открытие дух святой открыл надо помогать это не надо помогать первый класс когда ты уже видишь людей которые так живут как еще быстрее 2 раза не надо сам додумывать ускоряешь просто увидишь хочешь научиться посмотри на них как они делают как они быстро посмотри на муравьяны ну всех смотри конечно всех смотри его на что тебе близко это как тебе интересно сейчас вы говорили про плотское и про духовное плотское это все равно иногда перетягивает давайте быстрее по завтракам у меня бывает поесть аху ну не плоткое это не но никуда не она никуда не она такой же равноправное просто управление вот только вопрос в этом именно вот называется проявление дух когда только уже бесплодное новое тело будет должен стать ну то есть измененный а это дело погибнуть она погибла приговорено мы получили печенье хотя бы крещаемся все грехи смываются но тело приговорен так и остается оно должно погибнуть умереть вот это тело задали вопрос может ли человек полностью со всеми страстями поборовшись прийти на суд все со всеми страстями вот так он поглядел возможно со всеми поборолся все я иду ничего чистого как всю жизнь бороться обязательно секунду просто в таком состоянии тебя Бог принят борешься или спящий здание но и тебе должно быть легче становиться то есть такого не должно быть человек борется с какому снес.. ejmek- или страсть он ее отрубает а она у неё не ослабевает она сама даже ослабевает то есть ты должен tão легко как вот топором рубишь у тебя навык растет у растет и растет а если не растет, значит и все не так делаешь к этому.. это понятно, если ты рубишь постоянно там страсти свои они должны ослабевать да есть ты как пес на блевотина возвращаешься на свое опять и каждый раз на исповедь приносишь то же самое в той же степени согрешил то есть согрешил раздражительностью ну вот именно раздражительность же бывает и на добр на грех это другое тут согрешение такой для того между раз раз пришел опять тут сама 5-5 5-5 сами значит нету работа нет над собой раздражительность на зло это великое добродетель потому что и сатану допустим все и сатана именно это подавляет он наоборот делать раздражительность на личине мужащих на обличении ну то есть да на то что не нужно а на то что нужно оборот убирает она должна быть раздражительность как раздражение слов это не раздражение слова просто она уже негативный оттенок носит и более того когда же как бы не кротко обличаешь кого-то все эти этого грех сразу меняется то есть то что резко сказал я в этот только приезд больше утвердился что на тихоныч он очень кроткий очень краткий человек сам по себе скромный но он сознательно это ломает себе для пользы ближе то есть представь кто-то например вот я про себя вам искать я у меня наоборот обратное я не кроткий никогда не был кротким и мне нужно ломать себя чтобы делать все кротким а он представь он был кротким всегда скромным целоводренным стеснительным даже он рассказал как он там на печку отец зашел там раз спрятался сразу у него есть это и на суде когда он побольше рассказывать ягод трясся изнутри а снаружи кажется какой грозный это вот сила божия и вектор вот то есть какой то есть сам себя оцени а теперь представь чтобы те каждый раз себя ломать понимаешь что или так будет на пользу ближнего это вообще вот это я только вот приезд прямо утвердился в этом действительно мы отвергаемся себя здесь и я знаю что сейчас не кротко скажешь эффекта не будет а тут кротко скажешь эффекта не будет видно же людей не вот для этого конечно же молитвы постоянно писать лучше плавал уж так 5 себя конечно налепишь полетит значит тихо скинул куда-то новости в общем этот мир вот я заметил когда обличие он бежит просто кто я поставил судьей над нами сразу все кому-то уже судил священники священники да они могут и двигает отучись семинарии потом мы тебя может послушаем потом отучишься и скажет иди в монастырь на 40 лет потом может быть а потом вас ты исходишь и скажешь но есть горы же умрут потом ты уже умрешь и все пусть никуда меня не трогайте и все что-то разобрать я хотел кто будет отменять избранных позже кто оправдывает осуждает христос умер и воскрес но и он одесну и бога он ходатайствует за нас то есть вопрос кто будет обвинять тебя те люди обвиняют а на суде божьем откуда пойдет потешили то есть куда что зачем их там не будут слушать то есть представь сидишь зал заседание суд идет а там слова не давали там стоят какие-то на улице через квартал и что-то было глаголе а их сюда не звали даже они в зал сюда не попали кто тебя будет обвинять вот он я сказал а ты так и всяк его не звали сюда его не слышно даже открывает рот рыба рота не знаю не знаем что поет мне и поэтому зубы выше мнение неверующего это жужжение комара из из комара жужжение мухи там жука карканье вороны его не позвали на суд он никто там чего кто говорит обвинять избранным кожи бог оправдывает и кто осуждает и но и вас он и одесну и бога и он ходатайствует за нас вот это когда за нас тоже у вас к я слышал тоже у меня в этот приезд только сложилась вот эта картина что господь он за нас умер а теперь он как первый священник починами садека там у престола божия он как бы образ священника вот здесь на земле ты приходишь правде священник ему записочку подал или попросил помолись и примерно так же иисус христос там он с нами вместе молится осознание вот этого у меня не было раньше он первосвященник там крестола божия поэтому отношения у тебя с ним уже не таких ты ему молишься как вот и только как богу а а он вместе с тобой молится богу это вообще у меня не было раньше такого сам во мне себе молить сам во мне то есть ты господи сам во мне то есть ты господи сам во мне то есть человеке на себе молись и по это еще вот это место второй который занял сейчас вот соединил что глаголами незреченными ходатайствует в наш дух ты молишься а он внутри тебя молится глаголами незреченными за тебя за твою душу как раз в эту же тему да вот ты что да вот именно вот это все у меня соединился только вот сейчас читали там на евреям по вопросам только оттуда не придется не придет только с дверьми в окруженную войну овчин грубо говоря ты молишься о чем-то сад верит через писание для очисления или сами да ты молишься о своем а дух святой молится о том что тебе и не надо господь ты чё слышал понятно что с двух смотришь некоторые говорят что писание оно не обязательно для спасения как раз вот свеклецы получается да толкует что двери это именно писание то есть это не крестный ход не через икону ты уверовал не через того что увидел какого-то там не то что тебя привели к причастию сказали причаще или через богослужение ты уверовал это не через дверью вошел неправильный вход церковь написано вера она отслышание вера на слышание отслышание от слова божия никак иначе не может многих вы разраили еду вот круг господень вот сейчас я войду туда где христа крестили он у меня боя то тебя уже вы вон и помещение следующий снимок этот огонь носится с этим огнем мне честно говоря никогда особо разницы него огонь и огонь и главное все на вранье вот что самого на вранье на бизнесе на деньгах ванье то что он не ждет вранье просто вы хоть одно видео посмотрите как они ни одного нет видео где они держат но да они вот так и делают просто это умство массовое помешательство видно как вопрос человек верит в это еще ему не важно за чури они вот еще как просто верится да ну и вот в конце здесь у нас еще идет кто отлучит нас от любви мы уже скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасности как написано за тебя умерщают нас всякий день считают за овец обреченных на заклание но сие преодолеваем силы возлюбивший у нас ибо я уверен что не смерть не жизни ангелы не начала не силы ним настоящее не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может нас отлучить от любви божьей во христе иисусе господи наш вот каждый тоже себя испытай вот кто испытывает гонение полотно жару опасность ведь за тебя умерщают нас всякий день считают нас за вес обреченных на заклание и сколько раз тебя умерщили за христа течение 5 считайте за обреченного на заклание сейчас положим с этими там любой темой возьмите каждый ты чё твою семью режут убивают убивай ты чё как овца на заклание совсем что ли у тебя любви нету защищай их убивает но никак не пойдет и так любой ситуации причем ты вот это не делаешь это не там не принимать почему-то лекарства вот это не пьешь не пользу себя ты живешь смотри все умирают а то что мы лекарства из абортированных владельцев или там еще что-то не лекарство ну да это вообще не туда пошла трава может оказаться это уже никак берется массовый вот психоз эффект толпы ты должен трезвый быть чтобы не ты городоваться эта игра идет с одной стороны губит всей пищи всем вообще человека другой стороны аптека вот они это два это связка губительная еда пища образ жизни из другой стороны аптека и поэтому им не нравится как ты туда не попадаешь в только губительно с ними не участвовать в этих яствах там вот этих всех увеселениях который губит и не нравится когда и в аптеку ты не возвращаешь потому что это все одна схема когда мы говорим не участвует не участвует бесплодных делах тьмы это не участвовать в одном из этих это бесплодные дела тьмы они завернули просто завернул человек круг из которого вырваться не может депрессии все оттуда все от этого страхи и обличай история который мне помогаешь чем-то хочешь помочь добрыми делами а ты правда директор водочного завода ты товарищ так не делай если ты не можешь закрыть завод и перевести эти деньги в другое ты сам хотя бы оттуда уйди в себя спасибо ты должен сказать а дело уже взять а другое а другой ходу вы оговорить или нет вот передумает давай вот я помню начальнику я узнал когда что обманывают в сфере кино работают покупается фильм который снят в сша где угодно брат любовь с точки мира курицы фильм и по договору компания обязана прокатывать во всякие театр страны но куда там договориться а потом есть обязательства определенных вместе заработал предположим больше там 10 миллионов 100 миллионов рублей ты все что выше от этого процент высчитывать еще сверху платишь то есть так ты например продаешь фильм за 100 тысяч долларов я тебе заплатил я сто миллионов не заработал ничего не получаешь сверху от этого 100 тысяч долларов твои остальное все ко мне идет я там делюсь ким театрами плачу сотрудников зарплату но как только я зарабатывать стал больше тут уже по договору я тебе должен выплатить я выяснил что он этого не делает он берет и расходы увеличивает как он берет умножает на 2 просто документы управляет и потратил на рекламу не там не столько-то столько и поэтому это разница прибыли которую должен был бы выплатить она как бы на ноль сходит и отправлять эти документы правообладателя я когда узнал об этом я написал письмо но мне говорит никогда мне таких писем никто не писал в жизни 20 человек сфере работы и у меня пригласил на разговор 2 часа мы разговаривали я может быть даже где-то и записано и он чем дальше я говорю вор царстве божьей наследует с этом удачу а представь для меня я же вылететь могут бояться да а я вообще не боялся абсолютно дерзновение от бога боргали царстве божьей наследует это его что это временно зачем а вот неколь что так все делают мне вообще тогда этим не заниматься держите ученый алексей чудо ты че делаешь падет просто сломается то есть начальнику прийти такое сказать и он говорит так так тогда прибыли не будет я только не будет тогда закрывать так и закрывай что-то в его это как бы все можно сказать но все-то оно временное все сгорит все дела сгорят если он послушается приобрел до ура да ты успоел сказать он не сказал тебе это будет лежать ну что позавтракал и в общем я два раза с ним разговаривал по два часа и чем больше он пытался меня убедить что так и надо тем больше он увязал в том что он вор и просто вообще беспокаянный и так и все и до сих пор я работаю с ним но теперь я прохожу как правдоруб уже второй год не поручается ничего близко и когда я слышал делают даже так чтобы я не слышал даже о том что что-то где-то так делается потому что этот правдоруб он точно скажет тем кого обманываю или вы сначала поедим и уйдем